итак дорогие друзья давайте с вами поговорим и расскажем о марине миндело это марина которая находится на капу верде единственная марина на островах находится вот на вот этом маленьком острове заход мы проходили вот так между этих двух островов а дальше еще здесь есть ряд маленьких островов но здесь нету совершенно marine но вот это весь архипелаг вот и вот здесь он показан таким общим планом вот этот весь архипелаг это и есть капу верде которые переводятся как острова зеленого мыса это бывшая португальская колония и здесь основной язык португальский хотя они все прекрасно разговаривают на английском и принимают и доллары и евро совершенно без проблем и так давайте сделаем с вами обзор марина миндело марина на островах зеленого мыса вот она марина миндело это наверное самая желая марина перед переходом атлантики потому что капа верда я думаю что все знают это то место куда заходит эрси ралли и есть еще остановка промежуточная не лупить сразу на 3000 а пройти маленьким маршрутом таким 1000 и потом еще две вот кстати наша лодка стоит мы ее уже помыли привели в порядок дальше идем вот видите вот перекресток этом перекрестке туда прямо еще идет короткий понтон налево идет выход из марины сейчас я вам его покажу вот идет выход из марины и там вот это маленькое здание это марина офис но нас это мало интересует мы идем сейчас вот сюда вот вот это понтон c на него мы должны сейчас будем стать вот с воды это место выглядит вот таким вот образом стоянка будет как на мартынике видите буи мы будем подходить задом нас привяжут мурингом за нос и мы вот так вот на растяжке отъедем на самый самый зад вот такая вот здесь швартовка и так вот мы сейчас доходим до конца понтона c и здесь идет заход под каждый потом получается вот у нас понтон c вот идет заход от входа марины есть тут старые арабском даже назвать за ничего себе прочее вот идет заход вот здесь вот достаточно узкий потому что вы видите какое расстояние до красного буя а дальше идут просто буевая стоянка тоже можно стоять я думаю у марины есть вот такие возможности и далее мы заходим сюда и тут я уже вам показывал где мы стоим и больше вам скажу что здесь еще на этих лодках люди и живут если мы идем по вот этой вот длинной центральной аллее вот если вы видите вот я вам показывал раньше это марина офис и вот вот так вот от нее идти прямо то мы упираемся в заправочную станцию но перед этим будет еще один перекресток на понтон b то есть браво или второй понтон от входа потому что там еще дальше есть понтон альфа нам сказали что можно здесь занимать абсолютно любую любой понтон если есть место вот пирс а нет это дельта а вот это эко видите как людям свойственно ошибаться вот и вот вы видите по прямой вот эта маленькая будочка это заправочная станция тут мы сегодня заправляли топлива потому что нам нужен был дизель далее справа от марины на входе идет коммерческий порт и вот увидите приезжает большой лайнер круизный привозит туриков на капу верде и вот самый последний понтон здесь идет нумерация от входа самый последний это понтон с заправочная станция и вот понтон ф и какие здесь спортивные лодки стоят дольше я покажу вам какая она широченна видно какая широкая широкая лодка короче стоимость дизеля 95 местных денег забыл как они из куда по моему местные если учесть что курс к доллару 110 за 1 доллар то 95 из куда за 1 литр это вполне приемлемая цена мы далили до полного одолели 130 литров это тот расход который это то топлива которое мы израсходовали за переход из тенерифы на капа верде но у нас было не очень хорошо с ветром поэтому пришлось какое-то время идти под мотором то есть это чуть чуть больше чем пол бака внуша бак у нас 250 справа это уже начинается город то есть здесь марина она упирается прямо в городе город и на самом деле в марине здесь больше кроме марины наверное в этом городке ничего нету но есть там рыночки всякие но об этом сделаем обзор дополнительно вот а пока из немножко еще о марине смотрите вот тут я по секрету вам покажу этот катамаран видите ударены так вот мне сказали местные ребята что он встретил он встретил контейнер и после этого он с этот контейнер пришел починился вышел через три дня ввалился в что-то еще есть просто анлак бывает такое что люди вот вот настолько неудачно у них стечение обстоятельств что они были вынуждены возвратить за два раза на в одну и на одни и те же грабли наступить ужас ну и теперь несколько слов о возможностях и ценах самой марины за нашу лодку они просят порядка 40 американских долларов но так как мы приехали в крисмас у них действует 30 процентная скидка на бёрсинг и того у нас за два дня получилось 50 евро далее вам выдают вот такие карточки карточки залоговые за каждую карточку залог 10 евро эта карточка вам нужна для того чтобы зайти на понтоны и плюс это вода вода стоит 10 евро за 500 литров поэтому за обычные приходы стоянку мы тратим порядка одной тонны то есть 20 долларов дополнительно сверху мы добавляем пока к стоимости нашей швартовки в марине электричество включено в стоимость а вот только заводу нужно платить дополнительно ну и естественно душ туалет это все входит рядом есть стирка стирка стоит 2 евро килограмм сдаешь через несколько там часов или как договоришься приходишь и забираешь обратно то что постирали поэтому основные базовые потребности здесь можно покрыть а касательно продуктов питания и всего мы расскажем отдельное в отдельной серии так идем на выход из марины самый первый понтон это самый мелкий на нем стоят лодочки с низкой осадкой и коммерческие лодки то есть тут есть дайвинг всякие фишинги прочее прочее и здесь составляют лодки люди которые вот коммерческим занимаются а далее вот увидите понтон для тузиков это все кто на якорной стоянке приезжают и тузики свои оставляют здесь идут в ресторан и выходят на берег вот видите марина миндело de capo verde а тут вообще это вот понтон альфа вот он и тут вообще лодочки стоят такие мелкие мелкие и вот увидите такая с прямо заброшенная старая прямо на выходе из марины ресторан вход по карточкам ресторан вот такой вот а дальше марина офис очень уютный очень приветливый персонал марине дальше возможности во первых направление ветра которая здесь показывается почему-то не очень души и туалеты и вот если по прямой пойти вы видите маленький магазин в котором продают всякое нужное и полезное для яхтинга но здесь дорого то есть если сравнить сценарифы наверное в два раза дороже но мы вынуждены были купить веревку для гроттофал и за него заплатили 230 евро то есть это достаточно дорого потому что на тенарифы это же мы брали за 160 ну вот такие вот цены перейдем далее вот этот ресторан который на плавучем понтоне а дальше уже идет непосредственно город ну и стоит наверно показать выход в город проходим мимо офиса поворачиваем вот сюда очень куда абсолютно и вот видите лодки которые здесь стоят прямо возле берега и сам город это центральная площадь и вот получается мы выходим это выход из марины и все вот так это все выглядит и вот марина то есть вот такая вот у нас с вами обзорная экскурсия по марине миндело это марина д капу верта вот барчик и вот марина с бара и утро должно начинаться именно так человек перфекционист это специально сейчас подойду к тузику смотрите какой тонкой работы вещь что мотор не сперли поэтому друзья подписывайтесь на наш канал оставайтесь с нами ставьте лайки не забывайте а мы будем вам рассказывать дальше и больше всего интересного о яхтинге и о нашей жизни на лодке мушу пока а а а а